С помощью четвероногих напарников кинологи проверяют стадионы, тренировочные арены, автотранспорт, проходящий через КПП, а также крупногабаритные предметы. Задача же конной полиции входит в патрулирование территории, прилегающей к стадиону Фишт в дни проведения матчей. Смена кинолога длится 12 часов, однако собака работает не все это время, а по мере необходимости. Служебные собаки, в основном это немецкие овчарки, лабрадоры и спаниели, содержатся в сочинском кинологическом центре, где с ними проводят ежедневные тренировки. А в Олимпийском парке псы не только работают, но и принимают комплименты. Пройти мимо мохнатых стражей без улыбки не удается никому. Доля, она очень нравится людям, так как она такая плюшевая на первый взгляд. Ну хотя она способна выполнять свои служебные обязанности в полном объеме, независимо от других там порог. Погладить, да, потискать все просят, радуются, комплиментов много, фотографируются все с ней. В общем, такая звезда. Смена конной полиции длится около 8 часов. После этого лошадям дают время отдохнуть и восстановить силы. А затем снова начинаются тренировки для поддержания рабочих навыков животного. Помимо отличного выполнения служебных задач, у этих помощников есть еще один плюс. Они вызывают неподдельный восторг у болельщиков. Говорят о том, что не видели никогда, о том, что очень красиво, что очень необычно, что, ну, по-разному, восхищаются. Плохого ничего не говорил никто. Лошади хорошо ведут. На удивление, они первый футбол немножко нервничали, потому что они осваивались. Для них также это все новое. Ну вот сегодня уже четвертый футбол. Они прекрасно себя ведут и вообще уже как бы освоились. К месту службы животных доставляют специальным транспортом. Это машины с вольерами для собак и коневозка для лошадей. Там созданы все условия, чтобы и псы, и кони во время переезда чувствовали себя комфортно. Перед заступлением и по окончанию службы каждый четвероногий помощник проходит обязательный ветеринарный осмотр и получает лишний кусочек вкусненького от своего хозяина. Честно заслужил. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».